привет всем у меня есть такой экземпляр башмачка он разросся его нужно пересадить сейчас я попробую у вас на глазах пересадить этот башмачок он сейчас цветет посмотрите какая красота какой красивый усатый башмачок какая у него корзинка усики такие носик очень красивое растение сейчас попробую его пересадить и как раз посмотрю как наросла у него корневая система вынимаю с двойного горшочка он у меня рос в двойном горшочке на дне все время была водичка я хочу пересадить одно растение а эти растения оставить в горшке сейчас попробуем вынуть из горшочка ой вы знаете очень легко пошло смотрите какая корневая богата вот это я оставлю это я уберу в сторону сегодня не буду этим заниматься показать вам корневую систему вот этот башмачок у него была одна розеточка со старым цветоносиком вот она она отмерла хотя еще нет нет мерла вот она и от нее пошли новые розеточки видите сколько новых розеточки и корневая система тоже хорошем состоянии посмотрите корни у него немножко другие не такие как у фаленопсиса они более плотные без вилами на они пушистые какие-то как червячки ну в общем красивые корешочки я думала куда его посадить вот он пустил новых молодых от росточков очень много и мне нужно его посадить другой горшочек и подарить одной девочки это орхидейка не обязательно должна расти в прозрачных горшочках ее корни фантасинты винеи берут участие поэтому я возьму баночку от сметаны помещу корешочки аккуратнейшим образом вовнутрь по высоте она подходит засыплю ее же субстратом видите вот видите как я поместил очень хорошо стало сейчас поправлю и засыплю эту орхидейку субстратом аккуратненько не повредит корни на дне горшочка я сделала дырочки чтобы влага уходила ухаживать за ней так же как за фаленопсисом раз в неделю калили и с ней будет все нормально нужно утрамбовать хорошо между корешками субстрат субстрат немножко другой здесь присутствует больше кокосового волокна мха и кора кора тоже здесь есть немножко перлитого беленькие кусочки попадают вот этот молодой ростик он должен быть на поверхности у нее цветоносы появляются с молодых розеточек со старых розеточек второй раз она никогда не зацветет так как розеточка отдала свою силу и будет наращивать новые розеточки а старая розеточка постепенно будет угасать почернеет и засохнет но ее не нужно ни в коем случае как она начинает желтеть ее удалять сразу не нужно так как она еще отдает свои силы растущим новым розеточкам она постепенно сама засохнет и потом ее свободно удалите орхидейка очень красивая она даже менее капризна чем фаленопсис очень хорошо разрастается я ее ставила на все она у меня была на улице горшочек под кроной деревьев и хорошо себя чувствовала никакие микробы никакие вредители ее не повредили вот посмотрите как я пересадила эту орхидейку видите какое замечательно розеточка смотрите какое замечательное растение корневая у нее тоже очень хорошая сверху я поставлю ей абсолютно сухой мох потому что это орхидейка земляная со временем этот мох переработается и получится как удобрением больше в землю перейдет верхняя часть и еще мог способствует тому что не даст быстро испаряться влаги это тоже хорошая хорошая для орхидейки дело таким образом я пересадила свою орхидею а остальные два пафика оставила в старом горшке вот эта орхидейка готова к новой хозяйке завтра она переедет на новое место жительства меня она порадовала пускай порадует и другую свою хозяечку посмотрите какое красивое растение я вам еще покажу чтобы все увидели красоту этой орхидейки при покупке такой орхидейки нужно смотреть что было не менее трех розеточек вот эти вот этих основных основных старую можно считать а можно не считать чем больше молодых розеточек тем ваше растение больше будет цвести есть надежда что он зацветет еще еще и еще вот вот такое красивейшее растение я вырастила у себя дома не можно любоваться бесконечно такой красивый пафик замечательно а здесь горшке у меня осталось еще два по афеопедиума два сорта они себя будут лучше чувствовать сейчас их немножечко передвинул на серединку так как они начали упираться молодыми росточками прямо в горшочек им лучше на серединке расти пускай себе разрастаются надеюсь скоро они зацветут так как это молодые розеточки так как это молодые розеточки может быть весной вот это уже полностью готова к цветению это тоже но это конечно маленькая им будет более удобно больше места развиваться они вшире развиваются разрастаются вот так рядышком и рядышком растут розеточки в этом горшочке было очень удобно размножать по афеопедиум так как набираешь вот так вот чуть подвинуете там корневая неглубокая там маловатые корешочки вот посмотрите старый видите отжил свою и отпал и остался молодой ростик совсем молодой я его двигать не буду так как он маленький и остался без мамки один сверху я постелила мох сухой видите он из лесу мох и и вот так вот просто уложила поливаю по краю горшка и на дне должна оставаться вода в середину вот так я не поливаю сверху удобрениями я не пользуюсь им хватило того что они были летом на улице под дождем под ветром пылью листики обсыпались в таком состоянии у меня живут по афеопедиум это старая материнская розеточка вот здесь был цветонос и она дала свой корешок перешел на на молоденький росточек и он хорошо развивается и хорошо себя чувствует это у меня такой же пафик венерин башмачок цвет как и этот поэтому я решила поделиться этим красавчиком со своей знакомой я розеточку хорошую дала она обижаться не будет на меня там еще он будет и будет у нее цвести корешочки тоже у нее отличные вот так вот у меня росли венерин башмачки спасибо всем за внимание эти конечно продолжают расти и дальше цвести не будут ничего у меня другое все цветет у меня цветут сейчас я вам покажу какие растения это у меня моя прекрасная колода посмотрите как она красиво расцвела она распустила уже четыре цветочка она чисто белый язычок и очень темная почти черная восковая колода красивая красиво видите как а внутри как голубь головка там голубя но она небольшого размера по сравнению с башмачком посмотрите какая разница какой громадный башмачок и какая маленькая колодочка но очень красивая она еще немного пахнет когда на нее утром солнышко посветит и она начинает пахнуть очень красивое растение сейчас освещение немножко не то но очень красиво вот я попробовала фонарик включить посмотрите как красиво она переливается и очень люблю может быть за ее мелкие цветочки за ее красоту необычную я ее обожаю просто красавица необыкновенно это считается черная колода она у меня азиатская микки орхидос вот видите колода твинтый я ее вырастила с маленькой девочка мне прислала 2 и 7 по моему горшочек и она у меня росла и я дождалась с ее первого цветения она пришла в не цветущем состоянии а сейчас она такая красивая не знаю видела много каот в магазинах но когда своя расцветает это что-то необычное вообще необыкновенно аж сердце тюкать начинает хоть бы подольше эти цветочки продержались но я вам скажу у восковых орхидей цветочки держатся очень долго намного дольше чем обыкновенный вот этот башмачок у меня расцвел еще в ноябре месяц он до сих пор еще у меня колода прелесть обалденная если у кого есть возможность купить ее покупайте не задумываясь она дороговато стоит но на этого стоит посмотрите какая красота она как кожаная она с другой стороны зеленковатые такие лебесточки а когда ее много представьте распустится это один цветонос и и она любит еще доращивать свои цветоносы она не останавливается в этом росте вот смотрите продолжение ростика потом она распускает новые почечки и растет и растет и будет радовать меня долго сейчас покажу другой цветок орхидеи смотрите какой красивый цветочек расцвел это орхидея сакраменто видите какая она красивая на ней такие нежные полосочки она зеленоватая беловатая сахарная такая два две веточки внутри цветочка распустила вот она еще набирает и на том веточки набирать затем распустилась желтая этот сорт я не знаю посмотрите какой красивый сорт синера бабочка будет защипчики в этом месте видите ну когда распустится сама это ее тоже домашнее цветение я купила ее как от цветашка она была у миражка от цветашка она опустила вот цветоносик в эту сторону и второй цветоносик и пока порадовала открыла мне один бутончик здесь еще три бутончика такая красивая она желтая зеленая какая-то а это у меня хот-кис ой 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 где же твои бутоны хот-кис вот вот его бутончики тоже скоро распустится я вам покажу эту красоту здесь у меня белоснежка продолжает цвистит и беглиб тоже замечательное растение но очень много бутонов распустила корневая у него хорошая вот этот цветочек начинает скручиваться но он плотный он не такой не вяленький и плотный очень где быстрите как красиво цветет я не хочу не снимать полочки так как боюсь что она сбросит при повороте свои цветочки вот еще бутончики но мне кажется что они начали подсыхать немного вот этот зеленый будет вот эту любую бы то эти два сбросит ничего она и так устала уже посмотреть какая красота вот у меня какой беглиб красивейший он еще не до конца распустил свою красоту но два цветочка ведь и выдал начали открываться и я не удержалась решила вам сразу же показать посмотрите какой он красивый он чернильный похож на хот кит но немножко другой замечательное растение а здесь у меня чармер тоже очень красивое растение смотрите сколько цветоносик цветочка вот цветочек вот в эту сторону цветочек вот бутончик здесь бутончики здесь два цветочка пока на нем 4 цветочек и почечки продолжают свой рост это со старого цветоноса расцвел бихлипчик вот такой прекрасный уголок у меня здесь в спальне я ним очень радуюсь белая орхидея вообще меня порадовала вовсю если бы не все так расцвели но когда-то сбудутся мои мечты расцветут и остальные также здесь маленькая фиалочка тоже стоит так как места маловато здесь на этой полочке только для фиалочки из мест и здесь у меня вот фиалочка расцвела очень красиво зеленым водочком такая красавица при лестнице сегодня был разговор у нас оба шмачке венериным я вам все рассказала все что знала все его особенности как его сажать что он любит а следующий раз поговорим о реанимашках вот моя реанимашка стояла стояла и решила сбросить свои цветочки это мультифлорка порни у нее хорошие но это будет следующем видео вот у меня три реанимашки будем что будем с ними делать я вам расскажу еще вот у меня стоят срезанные цветоносы и они продолжают пускать и пускать цветоносик я хотела конечно детку но детка не получилось ничего мне цветоносик очень к радости посмотрим что будет дальше спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной всем удачи всем пока удачи всем пока